Ял, уверен все уже стали забывать о всем известной нам пандемии. Ограничения, маски, соцдистанция, постоянные тесты. В день дурака, а точнее 1 апреля, вышел фильм Пузырь. И он напомнил отчасти все те события, только немного в узком направлении. В кино. А если сказать по-другому, то как снять блокбастер в условиях пандемии? Вы на канале 320 Дед. Присаживайтесь поудобней, мы начинаем. Давайте сразу проясню название фильма Пузырь. Герои вынуждены постоянно находиться в отеле во время съемочного периода. Свободный вход и выход запрещены. Перед прибытием все сначала сдают тесты, потом находятся на двухнедельном карантине. И только после отрицательного результата ты можешь спокойно находиться в компании с другими. Знакомо. Данное место, где все чисты и здоровы, именуют Пузырем. Недосягаемая зона для вируса. Но, как правило, любой пузырь может лопнуть. И лопает он здесь не раз. Фильм является комедией. Отчасти сатирической, где-то утрированной, зачастую пошлой. И, естественно, с отсылками на современный кинематограф. Главные герои – актеры нашумевшей франшизы «Тварь и утеса». Снимается шестая часть. Все вокруг говорят о том, что фильм – полная тупейшая хрень, предназначенная только для детей. Даже сами актеры это понимают. Это, кстати, очень забавно, потому что и в наши дни мы видим бесконечные части «Форсажа», «Юрского периода» и так далее в этом духе. Напишите в комментариях, какие еще фильмы с миллион тысячами сиквелов вы знаете. Помимо актеров, здесь режиссер, который выиграл кинофестиваль «Санденс» и на успехе ему поручают съемки продолжения «Тварей». Но ему глубоко плевать на этот фильм. Продюсер, который во что бы то ни стало готов довести проект до конца, потому что его бьют по шапке высоко сидящие люди. Персонал, состоящий полностью из каких-то отсталых и придурковатых людей. Один из них, кстати, много чему вас научит и покажет, как нужно бесконтактно заводить отношения и флиртовать. Но главное внимание забирают на себя актеры, будучи героями и реальными людьми. Состав почти звездный, из прям вот известных Карен Гиллан, Дэвид Духовный и Педро Паскаль. О последнем скажу, что это «Мандалорец». Остальных актеров я не особо наблюдал, но смотрятся они тут очень приятно и для подобного жанра играют как надо. А если смотреть на актеров-героев данного фильма, то среди них наркоман, угасающая звезда, звездная парочка, которая в разводе, и тиктокерша, имеющая миллионы подписчиков, но ничего не понимающая в производстве кино. Я, будучи немного в профессии, смотря этот фильм, выкупал многий юмор и принимал его как сатиру. Тут действительно можно много от чего угарнуть. Особенно от иногда вставляемых кадров из самого фильма «Тварь и утеса». Дегенератская игра и очередное подтверждение того, что в жизни и на экране люди совершенно другие. Ну и большой респект статистам. Поясню, что статисты — это люди, которые обыгрывают объекты для помощи актерам. Тут они являются драконами. В общем, жизнь вне экрана заставляет наших героев помучаться во время постоянных изоляций. Кто-то усердно тренируется, другая разучивает катание на роликах, третий подбирает лучший акцент для испанского персонажа. А режиссер поясняет звукорежиссерам, при каких эмоциях и как твари должны издавать свои звуки. Знающие пацаны должны заценить. И все это под клиповый монтаж и попсовую музыку. Но смотрится приятно. Хочу отметить пару сюрпризов и голливудские стебы. В фильме помимо актеров, указанных в титрах, появится еще двое. Первый — это Джон Сина, который занимается постановкой сцен боев. Но он жутко боится заболеть и поэтому показывает движение удаленно. И эта сцена — полный фарс и бред в позитивном смысле слова. Но появление этого тупого качка оставляет приятные чувства. А говорить про второе появление я воздержусь. Гляните сами. Но знающие ребята должны заценить и посмеяться. Но не все так радостно в этом фильме. Есть за что и поругать на самом деле. Первые 30-40 минут фильма — очень приятное и забавное вступление. Зрителю боль-моль или полностью шарящему в киноиндустрии будет интересно. А не знающему еще при этом и любопытно. Но после середины фильм превращается в скучную и полнейшую нелогичную хрень. Началось все с сатирической пошлой комедии. А пытается закончиться откуда-то не возьмись серьезностью и темой семьи и близости. Извините, Станиславский и зрители скажут «не верю». Это так неуместно подается, что хочется смеяться. Но, к сожалению, не из-за того, что так запланировано. Тупость. Но обидно, если честно. Так хорошо начать и все при этом слить. Причем со всех дыр. В общем, как-то так. Если понравился ролик, то обязательно поставьте лайк. А сегодняшний обзор подошел к концу. С вами был канал 320 Дед. Всем добра и позитива, друзья.